ну что, в прошлый раз мы с вами познакомились с гавердиниалом слабого взаимодействия и выяснили, что там есть, как и в электромагнитных взаимодействиях можно ввести мультипольные операторы которые зависят от этих нескольких типов в отличие от электромагнитных взаимодействий есть магнитный оператор от векторной плотности от нулевой компоненты векторного тока ну, естественно, он плясный объем для проекции дальше есть мультипольный оператор от плотности аксиального тура лямбляю мультипольный оператор от тока пространственной компоненты аксиального тока лямбляю ну, и этот оператор содержит как и электромагнитный Y лямбляю этот оператор содержит сигма B на Y лямбляю лямбляю или Y капа мю свернутый 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 в капа 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 сигма свернутый в лямбляю сколочке в центре ну, и точно как тут оператор от векторного тока Тока ЖВ лямблами, в который входит свертка скорости с Y, Капа, Сигма в сложенные моменты авто-лимитра Вот такие операторы Значит, с самыми большими переходами Здесь, естественно, R в степени лямбда стоит еще Здесь также R в степени лямбда Здесь R в степени лямбда И здесь R в степени каппа, извините Здесь R в степени каппа Значит, эти операторы обладают различными степенями запрета малости Самый разрешенный оператор Это оператор, который происходит от вот этого От M R векторного 0,0 Когда переход с нулевой мультипольностью В этом случае это просто оператор Ну, оператор, он пропорционален Вот T плюс минус A на дельта от R минус R A Это плотность из-за спина Плотность из-за спина Плотность из-за спины Здесь больше ничего нет А с нулевой компонентой Тогда у вас здесь вообще Проинтегрировано Поэтому просто это и есть оператор Если мы нулевую компоненту берем То это просто оператор T плюс минус Из-за спины Повышающий и поднижающий операторы со спиной Да Дальше Значит, вот этот переход Этот переход называется фермерский Ф Переход фермерный Фермерный И еще Следующий большой оператор Это вот этот оператор Который содержит спину Маточный элемент от спина Он Значит, пропорционален, соответственно, полному спину ядра Если нулевая компонента Ну, здесь компонента нулевой не бывает Поскольку здесь Q есть Поэтому компонента единица Поэтому здесь будет стоять такой оператор Сумма Сигма А на T плюс минус А По всем Единице до А По всем По всем Частицам Вот такой оператор Это Переход Гамма А Переход Гамма А Переход Гамма Также Вам вносит малость Ну и Степень Вот это Переходы Разрешенные Разрешенные Все остальные Переходы имеют Некоторые степень запрета Степень запрета Это Это Сумма Сумма Переходы Будет Соответственно Умчаться Ну а дальше Мы будем обсуждать Самые Разрешенные Переходы Переходы В лучшем случае Значит Дальше Если мы хотим Вероятность Перехода Или там Время Жизни По отношению К процессу Вот этому То мы Должны Написать Золотое Правило Что это Разозвать И поделить На Н Это Функция Давайте Будем рассматривать Для простоты Обычный Бэкораспад Голоски З З А Переходят Значит У вас Увеличивается З З А Без Электрон Без Антидрина Электронная Электронная Так Кстати Относится Электронная Электронная К этому Процессу Значит Мы должны Написать Электронная 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 Начнем при состоянии, просмотрим это конечном дальше поддаваем в ледку две и Пп три и П2 поскольку у вас две частицы, а три частицы в конце два ледонна и еще и дробь есть, адрон поэтому за законом сохранения инкурсов снимают одно интегрированное по импульсу и остается интегрировано по П1 и П2 И дальше, поскольку мы писали токи, используя нормировки лиркевистки для биптомов, по крайней мере, то мы здесь должны написать 4E1E2, 4E1E2. Строго говоря, здесь мы должны написать минус 1E1. Ну ладно, давайте я программу решу 4E1E2, а потом уже уточним, какой там минус появляется и зачем. Дальше надо посмотреть этот матерский элемент, как он выглядит. Поскольку он выглядит, как произведение тока Лептона на ток адротный, произведение Валентиняна всегда так выглядит. Значит, HW, в таким образом. И здесь стоит констанция G G минус 2. И G F это констанция, в которой мы видели, что она обратно пропорциональна квадрату массы, но ее величина такая. Ее обычно нормируют на массу протона, массу протона в квадрате, а здесь стоит 10 минус 5. Значит, вот действительно слабая константа. Ну вот эта 10 минус 5 взялась просто от того, что на самом деле здесь стоит масса ВВ, которая уже в 80 раз больше, чем масса протона. Поэтому тогда коэффициент здесь будет уже совсем не действенный. Но сказать, это будет вполне данный коэффициент. Порядка единиц. Или аффи, порядка аффи может быть. Так. Дальше, значит, нам нужно вот этот квадрат нудры маточного элемента записать. Значит, тогда вот этот усредненный маточный элемент, квадрат мотра его, можно представить в таком виде. Значит, это будет тензор, составленный из токов лектонных. Я буду обозначать маленький звук ВВ. Другой говоримый нюн. Который сворачивается тензор адромным. Другой большой нюн. Потому что тут от одного идет Ж, Ж нютое лектонное, и от другого идет Ж нютое лектонное. Поэтому здесь автоматически возникает вот такая свертка. При этом ВВВ лектонное, маленькое, в нашем случае оно записывается стандартным образом. Значит, здесь будет стоять у с чертой от минус В1. Значит, это спинор, отвечающий от землетрима. у с чертой от В2. Это электрон. У от минус В1. Значит, поскольку антинитрильный, то в конечном состоянии мы, естественно, пишем спинор, который от минус В идет. Потому что если у вас процесс идет вот такой, вот сюда идет электрон, а здесь вот идет антинитрильный. Если это инкульс В2, то у этого, который сюда идет, будет инкульс минус В1 в эту сторону. А в эту сторону это же будет просто комитет. Так, ну и теперь мы должны это все усреднить по спинам, рассуммировать по всем спинам. Ну и тогда у нас образуется след. Как вы уже, наверное, сейчас знаете, это будет след от минус В1 за шляпкой, ГАММАНЮ на 1 плюс ГАММАНЮ на 1 плюс ГАММАНЮ на 1 плюс ГАММАНЮ на 1 плюс ГАММАНЮ. И вот такой вот след нам надо будет вычислить. Значит, поскольку следы можно циклически переставлять, давайте мы вот эту 1 плюс ГАММАНЮ перенесем сюда и запишем это в таком виде, что это равно... Да, ну я не буду подробнее, просто у нас образуется такая комбинация. И вот здесь, гАММАНЮ перенесем, здесь будет ГАММЮ перенесем. Перенесем со шляпкой, ГАММАНЮ и снова единицей плюс ГАММАНЮ. Поскольку ГАММАНЮ со всеми ГАММАНЮ-матрицами антикоммутируют, то можно пронести какую-то из них... Ну, например, вот эту можно пронести сюда, через вот эти ГАММАНЮ-матрицы. И тогда ГАММАНЮ-пять дважды поменяют знак. Дважды поменяют знак, и здесь возникнет единица плюс ГАММАНЮ-пять в квадрате. Которая в силу свойств ГАММАНЮ-матрицы есть просто 2 на единицу плюс ГАММАНЮ-пять. Поскольку ГАММАН-пять в квадрате тоже единичная матрица. После этого у нас остается следующее. Остается следующее. Следующий след. Значит, мы одну убираем. Так. А здесь, ну, здесь можно ее здесь писать, можно другую писать. Еще появится двойка. Ну, а тут уже немножко попроще. Немножко попроще. Значит, тут стоит сколько ГАММАНЮ-матрицы? Значит, при единице стоит раз, два, три, четыре. А если масса, то там будет стоять три ГАММАНЮ-матрицы. След трех ГАММАНЮ-матрицы может, поэтому масса сюда не входит. При единице. А при ГАММА-пять стоит раз, два, три, четыре. ГАММА-пять с четырьмя ГАММА-матрицами следует. Это антисимметричный терзор. Пропорциональный. Эпсил, мю, мю, там, лямбда, сигма. Он антисимметричный, но у нас вот эти терзоры симметричны. Оба, поскольку идут от произведения тока. Поэтому вот эта часть вклада не дает. Поэтому ГАММА-пять вообще отсюда выпадает из этого чпура, потому что она не дает вклада вообще. А если масса у вас, значит, и там три ГАММА-матрицы с ГАММА-пять, это всегда ноль. Потому как нельзя построить псевдоскалары из трех индексов оператора, из ГАММА-матрицы. Ну и тогда остается, значит, просто у вас стандартный след, который выглядит так. Это будет минус два. След. Вот P1 с жабкой. Дальше ГАММА-мю. Дальше P... Так. P1 с жабкой ГАММА-мю. P2 с жабкой ГАММ-мю. Вот. Этот стандартный след остается. Ну, он известно, чему равен. Значит, ответ будет такой. Другая маленькая ГАММ-мю. Есть. Минус восемь. Здесь будет P1-мю. P2-мю. Плюс P1-мю. П2-мю. Минус. 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 П1-мю. Минус. А здесь будет стоять G-мю. G-мю. Минус. Держим меню. Это диагоналы первого, у которого стоят, значит так, единица. Минус единица. Минус единица. Минус единица. Минус единица. Минкопского. Вот это Минкопского. Дальше мы должны смотреть, какие переходы мы сможем. Давайте рассмотрим фермерский переход как самый простой случай. В фермерском переходе у вас работает только нулевая компонента тока. Нулевая компонента тока идет отсюда. Поэтому из всей вот этой суммы фермерский переход дает только 0,0 компонента. Поэтому мы должны для фермерского перехода мы должны взять нулевая 0,0, что такое. Значит, 0,0. Значит, смотрим, это будет минус восемь. Здесь будет два Е1 Е2. Минус П1 П2, который есть минус Е1 Е2, плюс П1 минус на П2. То есть в результате остается минус восемь. Здесь будет просто Е1 Е2. А тут будет стоять плюс Е1 П2 на косинус угла между П1 и П2. Так, теперь смотрите. П1 и П2 присутствуют только вот здесь. Только вот здесь. В этом тензере. В тензере довольную большую патрону никаких П1 и П2 нет. П1 и П2 нет. А интегрирование у вас идет отдельно по П1 и П2. По П1 и П2. Тогда понятно, что при интегрировании по углам у вас вот этот шлем просто пропадет. Косинус П2. Просто пропадет. Поэтому мы можем ответ оставить просто, что это есть минус восемь Е1 Е2. Причем знак минус тоже нужно опустить, потому что хоть скоро у вас есть тридцатинор от минус у, у от минус П1, то тогда его нормировка естественно будет тогда такая, что у у крест от минус П1 на у от минус П1 равна минус 2Е1. И тогда вот здесь вот мы должны будем написать минус Е1, минус 2Е1 и плюс 2Е2. И тогда вот этот минус съестся. Их можно не писать, я дальше писать не буду. Значит тогда в нашем случае W00 равны, я напишу 8Е1 Е2. Значит эти два минуса я сразу сокращу здесь и здесь. Ну и видно, что у вас сразу 8Е1 Е2, а там 4Е1 Е2 остается просто двойка. То есть вроде как очень просто. Вроде очень просто. Дальше что? Дальше. Нас интересует вот этот этот W00. W00. Значит нулевая компонента. Значит видно, что тут стоит. Да, еще надо не забыть про фермерскую константу, которая где-то. но ее обычно вот сюда записывается. Жерфермер. 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 Тогда вот этот W00 это есть просто Жерфермерис К в квадрате. Так. Жерфермерис К в квадрате. А пополам, потому что здесь обычно корень индук еще стоит. 蓝izar эмпирам. Это же фермерская гидра по полам. Так. Ну и тут стоит просто оператор chdedupuев. Оператор T плюс. ях хидрака. Помогли в квадрате. Помогли в квадрате. Так. Теперь. Ну теперь мы можем подставить вот эти поражения сюда, сюда и продвинуться дальше в нашем вычислении времени жизни. Значит, здесь я уже это сотру и напишу следующее выражение для ноктавы, что эта единица ноктавы равняется. Значит, тут остается следующее Значит, 2 дуге В 0, 0 остается здесь стоит h квадрат 2 2 in h в пятой степени Значит, я одно h отсюда, и это h написал сюда, и 2π одно сократил Так, дальше стоит демта функции И теперь тут надо писать следующее Значит, мы должны, чтобы тут примерки стоять, надо от импульса перейти к энергиям Значит, поэтому мы будем писать здесь предстоять Поскольку здесь мы считаем, что массы нейтрина нету в этих масштабах масса несущественна у нейтрина то мы здесь просто напишем, что это е1 квадрат dE1 это я расписал d3p1 на d омега 1 и здесь же надо написать цепь у меня для разъемности так, и во втором случае будет p2dE2 это будет p2dE2 поделить на c на c в квадрате на c в квадрате так, ну вот теперь по e1 можно проинтегрировать e1 становится равным e0 минус e2 и у нас получается ответ такой что наша единица на втором есть здесь давайте я сразу напишу значит здесь будет g фермерческая в квадрате мальчичный элемент f от f плюс b по мудрой квадрате здесь стоит 2ac в пятой степени еще h в квадрате и в кубе на b2 e0 минус e2 в квадрате еще одно e2 и d так, я прошу прощения, здесь надо еще одно e написать e2 pdp равно e2 поэтому и 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 То есть у вас проекция изо спина увеличивается на единицу, но при этом полный изо спин сохраняет квадрат изо спина, поэтому изо спин сам и сохраняется. То есть вы переходите в состояние, в котором теннис совпадает с ТЗ. Это означает, что автоматически переход идёт в возбуждённое состояние. То есть нет перехода в основное. Потому что в основном состояние у вас и Т должно отмениться. Здесь этого перехода нет. Поэтому всегда вот эти переходы в слабый распад. Они ведут ядро конечное. А вот это ядро оказывается в возбуждённом состоянии. И обычно после этого сопровождаются и высвечиванием гомохвата. Все переходы такие разрешённые, они сопровождаются по этой причине ещё и спусками гомохвата. Когда ядро переходит в основное состояние. Так, теперь ещё один факт. Да, теперь отсюда видно, что у нас спектр электронов непрерывный. Видите? У вас электрон может иметь любую энергию от нуля до Е2. От нуля до Е0. От нуля до Е0. Поэтому, когда исследовали бы это распадывать. Стали мерить энергию электронов. То очень серьёзно обсуждался вопрос в том, что энергия не сохраняется. Потому что изначальная энергия куда-то исчезает. Электрон умножит не всю энергию. Вот. Ну и только потом уже с появлением спина стало ясно, что ещё и спин куда-то девается. Поскольку электрон имеет спина одна-вторая, а там нейтрон, протон, тоже имеет спина одна-вторая. Поэтому не хватает ещё и спина. Поэтому, в общем, Павел Исланд выдвинул гипотезу о том, что есть нейтральная частица лёгкая. Которая, спина одна-вторая, которая уносит вот эту самую энергию и уносит спин. Поэтому закон сохранения. Тогда будет всё в порядке. Вот. Ну и нейтрино искали долго. Действительно. Его так обнаружили только где-то в начале 60-х годов. Зарегистрировали нейтрино. По обратному, естественно, бета-распаду. Когда, значит, было... Да. Ну и причём нейтрино солнечное. Были зарегистрированы. Которые вот от Солнца. По обратному бета-распаду были зарегистрированы нейтрино. После чего, значит, это всё стало уже походить на теорию настоящую. Теперь, что ещё существенный момент? Да. Значит, вот я написал эту формулу. Ну, это всё слишком просто. Я написал. Потому что, на самом деле, у вас всё время в ядре несколько сложнее. Да, даже и в протоне, если вы хотите точно сочетать время жизни протона, то там будет не совсем такое выражение. Потому что, вот, мы для электрона брали плоскую волну. На самом деле, электрон вылетает из ядра, и на него действуют гигантские кулумовские силы. Поскольку Z всё-таки у ядра заметно. И поэтому считать электрон плоской волной, при тех энергиях, которые он имеет в этой распаде, нельзя. Это будет плохая, точность этого выражения довольно плохая. Поэтому нужно учесть тот факт, что у вас волновая функция отличается от плоской волны, она кулумовская. В чём заключается учёт? Ну, учёт заключается в том, что у вас, вот здесь вот, поскольку всё это идёт на малых расстояниях, то на малых расстояниях, то тут у вас, вот, маточный элемент, входит Пси электрона в нуле. Пси в нуле. Пси в нуле в плоской волне тянется, а в клоне нет. Поэтому вы должны ещё, вот здесь, написать Пси от нуля по мутору в квадрате. Вот сюда написать. Пси от нуля по мутору в квадрате. Вот сюда надо вставить. Пси от нуля по мутору в квадрате. Где Пси от нуля – это Кулоновская функция. Кулоновская функция. И это Пси от нуля по мутору в квадрате, которая обозначает буквой F от Z и E2. Это есть F от Z и E2. Она функция энергии и заряда. Открываете ладанную страницу и смотрите, чему это равно. Это равно следующему. Это будет 2 на 1 плюс гамма. Ну, причём, если у вас момент электрона равен нулю, тогда можно писать Пси в нуле. А если у вас момент не равен нулю, то у вас значение некоторое на радиусе ядра значение волновой функции. Потому что внутри ядра волновая функция уже отличается от Кулоновской. Поскольку там у вас не Кулон, а потенциал равномерного завершенного шарика. Внутри ядра. Так, и вот здесь возникает такой фактор. 2P2 умножить на F ядра Уделить на H, это безразмерный фактор, степени 2. Гамма без единицы. Е в степени 2Y. А здесь стоит такая комбинация. Гамма-функция от гамма маленькая плюс ИY. Поделить на гамму от 2 гамма плюс 1. По-моему, на квадрате. Вот такой зверь получился. Где гамма это есть корень гамма квадрата. Гамма квадрат это есть L плюс 1 минус Z квадрата квадрата. И Y это орбитальный момент электрона, который вылетает. Орбитальный момент электрона, вылетающего A. И если у вас S, электрон B состоянный, тогда значит L равно нулю. И гамма есть просто единица минус Z квадрата альфа квадрата. А Y это клоновский фактор ZE квадрат поделить на HV. И для которого есть Z альфа поделить на VC. Это стандартный клоновский фактор, который возникает в клоновском поле. То есть видно, что формула на самом деле не такая простая. То есть вот тут еще вы должны написать сюда вставить вот эту самую... вот здесь я F под Z E2. Это есть единица на право. Так, ну и вообще говоря, здесь можно вставить интеграл еще. по E2. E2 от нуля до две ноль. Нуля до две ноль. Теперь дальше. Что еще интересного? Значит, вот эту мельчину... Ну вот эту мельчину, которая под интегралом, можно считать, что это вот спектр электрона. Доблюдая вероятность обнаружить электрон с энергией E2. Вот эту мельчину. Так, теперь. Что... Давайте составим такую комбинацию. Составим такую комбинацию. Возьмем... D0VPZE2. Вот это выражение. С тех... Вот девчина, которая меряется на эксперименте. Просто... Нам это распадет. Поделим ее на FZE2. Дальше еще поделим на FZE2. на FZE2 и на E2. Тоже не очень какое-то хорошо известно. И все это в значок корень квадратный. Ну и тогда видно, что у вас состоялось выражение, которое есть E0 минус E2. E0 минус E2. И вот эта функция C от E2. Если вы ее нарисуете, то она будет иметь вид такой. Тут E2. Тут где-то... Давайте рисуем E0. E0. Ну и она будет вести себя вот так вот. Так. Я вот здесь внесу E0. Вот упирается в ноль при... при E2 равном... при E2 равном... при E2 равном E0. Здесь 0, здесь E2. E0. При E2 равном E0. Вот такой получается величина. Вот этот график является названием график Кри. График Кри. Это он обнаружил, что вот если так вот сделать, то получается такая прямая линия. ну правда для протона, если взять нейтрон, или там легкие ядра, где вот этот фактор близок к единице, то тогда у вас... это просто... то есть вот с легкими ядрами, я думаю, есть там, где вот эта функция была несущественная. Она была близок к единице. Вот. Так вот, видите, она обращается в ноль. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что если у нейтрина была бы масса, то тогда... если у нейтрина есть масса, то тогда у вас этот график, обращаться в ноль, будет раньше. Он будет вот здесь загибаться вниз, как корень, как полагается. Потому что тогда у вас еще Е0 минус М. Полная энергия, которую электрон может поместить, это будет Е0 минус масса нейтрина. Поэтому вот эта вот графикница, это могла бы быть масса нейтрина. И, собственно, на этом были эксперименты. Об этом распаде, видите, где пытались померить вот этот самый хвост, хвост, вот этого распределения, и найти ограничение на массу нейтрина. Но, тем не менее, в общем, там было получено ограничение типа 0,030, что ли, электрон вольт, или там... Было даже обнаружено, что она вроде должна иметь 0,1 электрон вольта, но потом выяснилось некоторые проблемы, связанные с химическим составом вот этого самого образца, где был третий, содержащего третий, и фактор обнаружения массы нейтрина такого увеличения, он исчез. вот, но, эксперимент, естественно, трудный, потому что, выйти на конце спектра, здесь статистики нет. ДВВ, 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 ДВВ обращается в банк, поэтому статистики здесь нет, и поэтому все, конечно, убирается в этот факт. в этот факт. Так, теперь, дальше, дальше, что еще? У нас сегодня лекция будет достаточно короткая. Следующий факт, который я хотел с вами обсудить. да, и теперь, вот теперь, когда вы проинтегрируете вот это по Е2, по Е2, то интеграл, вот этот, значит, вот эта вся комбинация, она не зависит от, от Е, от Е2, и от Z не зависит, и тогда, значит, вот этот интеграл, вот этот интеграл, ну, обозначает буквой f маленькая, от Z, для 0, от Z, от E0, уже не от Е2, как было здесь, от E0, и это есть прямо вот этот интеграл, интеграл от 0 до E0, L большое, от Z, E2, P2, E0, M2, D, D, вот эта функция f, и тогда получается, что, единица на тау, есть, G в севернической квадрате, на вот этот матричный момент, и делить на 2i куды h в квадрате еще hc в пятой степени в пятой степени умножается в одну самую функцию f на c е0 вот теперь вместо ТАУ при работе при изучении радиоактивности часто работают не с ТАУ, не с временем, а с периодом полураспада период полураспада это период времени, из-за которого распадется половина исследуемого образца это величина называется t1-2 t1-2 все за спином ну и она есть только ТАУ на логарифт 2 т1-2 т1-2 да, и теперь смотрите значит вот вот здесь стоит f то, что от ядра и вот это вот от ядра стоит вот это будет маточный лимонский тетрад так, и вот здесь стоит ТАУ если вот такую комбинацию сопоставим вот эту функцию f умножить на t1-2 и умножить на вот этот маточный лимон то это будет вот набор мировых констант два фит х в квадрате h в квадрате h в пятой степени на g в сферном сферном квадрате и на алгоритме 2 и эта величина если вы так ставите на цифры она равна шесть тысяч двести пятьдесят секунд шесть тысяч двести пятьдесят секунд поэтому видите вот тут вот время полураспада и вот эти величины величины они связаны вот таким простым соотношением что вот это произведение всегда одинаковое и равно шесть тысяч двести пятьдесят секунд вот поэтому если вы встретите выражение f-тау где-то в литературе то выражение f-тау означает как раз вот эту величину вот это есть f-тау вот эта величина есть называется еще на f-тау это универсальная величина вот так что вот видите есть такое некоторое упрощение ну видно что если вы хотите сосчитать точно вероятность бета распада то здесь придется в общем потрудиться на самом деле что здесь много разных эффектов все зависит от того с какой точностью вы хотите получить взаимодействие ну вот все время жизни нейтрон оно требует всех вот этих ухищрений потому что электрон медленный с протоном он кулоновское взаимодействие отлично от нуля ну вот собственно на этом обзор слабых взаимодействий у нас и заканчивается а вместе с этим весь наш курс поэтому значит если какие то есть вопросы еще по всему этому материалу то давайте поговорим если нет тогда мы закончим на этом и нам надо про экзамен что то решить когда когда у вас есть время на то чтобы сдать сдать этот курс ну в общем я думаю что у вас телепантамоль есть да? так твой призы наэтия так наэтия так и наэтия Продолжение следует...